Ребята, всем привет, меня зовут Паша Веспер, добро пожаловать на канал, мы продолжаем сумасшествие в симуляторе чушпана, мы выясним, блядь, всех на чистую воду выведем, кто есть кто покажет время. Ладно, давай играть, давай загружать, что там у нас, что там у нас, загрузить? Да, загрузить. Мы что там нашли? Мы нашли капибару для девахи, для Настенки. Ты живешь как карта ляжет, я живу как Милфаска. Красавчики, красавчики, я буду играть во все ваши проекты, разработчики, точно вам говорю. Так, мы, короче, для нее капибару нашли, а она знаешь, что говорит? Она говорит, встретимся в гараже Дяди Толи. Все, я в гараже Дяди Толи помчал, помчал просто, она говорит, встретимся там. Нас пацаны вообще на Махач зовут? Говорят, на автобусе надо приехать туда. Но я что-то не хочу, я хочу в гараже Дяди Толи. Я хочу в гараже Дяди Толи больше, чем на автобусе на Махач ехать. Мы капибару, что ли, зря принесли для нее? Ну-ка. Так. А как бы... Ну ладно, давай так. Ты все-таки пришел. Конечно пришел, блядь, это лучше, чем на Махач ехать. Так, что ты хотела? Что ты хотела? Это выглядит странно. Коврик постелила, блядь, маленький. Где ты взяла такой маленький коврик? Ладно, я не буду лучше спрашивать. После того, как ты принес мне мою безделушку, я подумала... Так, что ты подумала? Так, о чем же? О чем же? Так вот, я думаю, ты один из немногих тут парней, который что-то понимает в женском счастье. Да. Ну-ка. Да, я такой. Ага, ага. В общем, около гаража дяди Толи стоит его старая развалюха. Я думаю, мы сможем починить ее и уехать отсюда. Я давно этого хочу. Ебать ты че творишь? Так, звучит неплохо. Звучит неплохо. Конечно, есть много но. Каких? Ну-ка. Надеюсь, ты реально тоже этого хочешь. Давай к делу. Меня интересуют только подробности. Ну-ка. Ну, тебе нужно сделать только одно. Починить эту развалюху. И у меня уже есть одна деталь для этого. Кажется, называется свеча зажигания. А где ты? Я не хранила, ну, свечу. Так, так. Ты кринжа навалил, в кармане я ее хранила. Отличное начало, я займусь этим. У меня теперь есть свеча. Пожди. Это вот эту тачку нам надо чинить, да? А куда свечу засунуть, я прошу прощения? Так, подожди. Я знал. Я знал, что тачку надо как-то починить. Вот у меня есть колесо. Подожди. А как чинить-то? Добавить. Свеча. Есть. Стекло. Есть. Бензин. Есть. У меня только двух колес не хватает, прикинь. И тачка почти на ходу. Почти на ходу. Стекла уже есть. Свеча есть. Но передо мной стоит жесткий выбор. Любовь или пацаны? Ты прикинь, что игра творит вообще? Что делает? Любовь или пацаны? А что выбрать-то? Ну, это вообще... Ладно, пойдем сдадим бутылки. А где еще два колеса-то найти? Я просто окончательный выбор-то, конечно, еще не сделал. Но два колеса-то где? Где еще два колеса найти? Может, вот из покрышки вот этой взять и все? Нет? Так не прокатит? Так. Обменять. Так. А у вас колес нет, случайно? Кто это? Обычный мужик. Раньше и я искал приключения на свою жопу. Но потом мне повредили колено. Теперь вот приходится увядать тут... Эх, надо было бы идти на... Да, это я помню. Это я уже читал. Ну не, больше ничего. Диалогов нет никаких. Так можно было не напаивать дядю Толю. Вот эти картинки, они по всем локациям были. Сука. Ладно. Надо колесо найти. А где его найти? Может, оно где-то в мусорках. Понял? Нет, здесь нигде нету. А где еще два колеса-то надыбать? Ну это мой... Да, это мой дом. Я там даже уже поднимался на последний этаж. Не было там никаких колес. Не было, не было. Не было, не было, не было. Брат, у тебя колеса нет, случайно? Топает все. Ну ладно. Блядь, агрессивный какой. И тут в мусорках нет никаких колес. Нету. А где колеса-то найти? Тут не так много локаций. Мне кажется, я уже везде был. Там я недавно вообще круголяц сделал. Так, это что за дом? Это, по-моему, где... Да, это где качалка. В качалке нет колеса тоже. А может, вот в этой развалюхе где-то колесо тут нет? Здесь в кустах я уже был. Я оттуда взял одно колесо. Здесь, по-моему, мой друг Гешка живет, да? Во втором доме. По-моему, да. Да, да, да. Здесь дом Гешки. Я здесь на пятый этаж тоже поднимался. Там ничего не было. Вот здесь какой-то приоткрытый. Но туда нельзя пройти. Я реально хер его знаю, где колеса надо быть. Но это автобус. Это ехать с пацанами на Махач. По телефону я уже звонил. Вот это игра, а! Здесь мы видик спиздили. Сейчас мужик прибежит, да? Не понял. А что-то он больше не прибегает. Закрыто. От таких, как я, закрыли, да? Ладно. А может там где-нибудь? Нет. Два колеса надо найти. Даже не одно. Два. Два это больше, чем одно. В два раза больше. Здесь нигде нет никаких колес. Только мечи. Ну, не такие мечи, которые острые. А которые круглые. Может, пизды надо дать кому-нибудь. И там будет колесо. Но это было бы странно. Пойдем еще круголя около шестерочки навернем. Или может в самой шестерочке где-то есть колеса. Я, конечно, сильно сомневаюсь в этом. Ой! А что это было? Это какашка была, да. Какашки здесь наносят урон. Пригинь. Сейчас мы всю локацию обойдем. Может, я реально что-то где-то пропустил? Ну-ка, здорово. Да нет, не поясню. Иди нахуй. Ты кто такой, чтобы меня спрашивать за шмот? Так. Где еще два колеса-то взять? Вот здесь я еще одно колесо взял с этой развалюхи. Я помню. Это я помню. В мусорках ничего нету. Точно? Да, нет ничего. Ничего нету в мусорках. Может, кибертрака надо открутить? А, это стекольщик ебанутый. Я помню его. Там вот тоже пацик, смотри, какой там. Так, в мусорках ничего нету. Ничего нету. Так, здорово. Че на... Блядь, да чего вы такие агрессивные все? Мне два колеса надо. Давай от кибертрака открутим. О, бензинчик, смотри-ка. А зачем мне еще? У меня уже есть. Типа запасной будет? Колесо нельзя открутить у тебя? Нельзя. Куда колеса спрятали? Куда спрятали колеса, признавайтесь? Здесь автосалон какой-то? Номера все XXX. Так, хорошо. Вот какие-то гаражи, кстати. Вот машина стоит. С нее нельзя ничего скрутить. Нет, тоже нельзя. Здесь гаражи. Так. Колес нету? Ебать, да колес-то где найти? Нет колес нигде. Блядь, я реально не знаю, где колеса найти. А, кстати. Это, по-моему, второй телефон. Ты опять выходишь на связь, мудила. Сколько раз тебе, блядь, ну сколько раз тебе говорить? Долбоебина-то велика возрастная, блядь. Ну что тебе снять? Деды по ебальнику дать. Да все, все, ладно, дядь. Не пизди. Нету колес. Я не понимаю, как уехать с девахой вместо махача. Нихуя себе, прикинь, нельзя пройти. Просто какие-то качели не шевелящиеся. А может быть в домике где-нибудь колесо? Нет, там ничего нету. Ну нету колеса. Ладно, пойдем в шестерочки. Может там колеса. У вас тут случайно колес нет? Блядь, как ты перемещаешься-то везде? Успеваешь. Привет, что будете брать? Ладно. Мы с тобой уже общались. Мы уже с тобой, вась-вась. Нет, нету. Ебать, я не знаю, где еще два колеса. В магазине вроде ничего не продают. Или, может, продают. Может, я просто плохо смотрю? Да нет колес тут! Я не знаю. Так, здорово, брат. Может, колеса бери и вали? Ну ладно, хороший лозунг. Так. Может, дядя Толя знает, где колеса? Дядя Толя, ты знаешь, где колеса? О, насчет машины. Дядь Толь, я твой дрон-туилет починить собрался. Не подскажешь, дядя Толя? О-о-о! Ну-ка! Так, 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 так. Ну, если бы я мог починить мою ласточку, я бы тут не сидеть. Так. Но, однако, как-то я все-таки хотел сдвинуть это дело с мертвой дочкой. Стекольщика, значит, нашел. Да, стекольщика мы уже разобрались. Так. Стекольщик-то? Да где-то за шестерочкой живет. Говорят, травы, чай какие-то варит. Во все черное постоянное... Сатанист, наверное, да? Спасибо, дядя Толь. Навищу-ка я его. Так, подожди, дядя Толь. А еще, может, скажешь что-нибудь? Однако. А где он же? Стекольщик? Спасибо, дядя Толь. Блин, он только про стекольщика рассказывает. А про колеса ничего не рассказывает. Про стекольщика я и без тебя, дядя Толь, знаю все. Может быть, колеса можно намутить в локации, куда мы поедем на автобусе, а? Может быть, это так работает? Так, а где автобус-то, кстати? Поехали тогда на автобусе. С пацанами. Ну, а что, какие варианты? Только сохранимся сначала, наверное, да? Потому что я не знаю, где еще два колеса. Два нашел. На двух колесах не уедешь. Так, давай сохранимся. Так, сохранить. Да. Все ништяк. Ага. Ага. А как ехать-то? Оплата на входе. С тебя тысяча бублей. С тебя тысяча бублей, блядь. Оплатить. Передайте. Обменять. Следующая остановка гаражи. Так. Мы к гаражам едем. К гаражам едем, прикинь. Ебать! Ты приехал. Тут уже все на кипише. Искал деньги. Искал деньги на билет. Главное, что нашел. Ладно. Это укладчики должны быть прямо за углом. Ну что, пацан, ты готов? Да че ты как-то... Ну да, да. Ну будем делать. А план такой, что сначала они поговорят с нашими кулаками, а потом мы уже поговорим с ними. Да хуёвый план, может пообщаемся сначала? План надежен, как швейцарские часы, ёб. Да, ёб. А мы всегда так делаем, поэтому этот район и наш. Блядь, плохой план. Ну, обратного пути. Если мы просто начнем с ними говорить, то покажем свою слабость. Начинай впитывать правила улицы. Блядь. Ну что, пацаны, готовы выступать? Да, братан, покажем им. Размажем их. Им. Ха, на, прост, отвечай. Прост, отвечай. Ебать, они полетели. Ааа, фп, сверните. О, нихуя себе. А я ему пизды дал. Ебать, их много, вы чё? Так, тактика. Пиздим и отходим. Пиздим и отходим. Вот так, кругами буду вас водить, пацаны. Сука! Нет, нет! Задавили, бляди! Надо уделать их, я тебе говорю. Надо уделать. У меня там Настенка ждёт. Настенка ждёт. Настенка ждёт меня! Настенка ждёт, я тебе говорю! Мне два колеса ещё найти надо, блядь! Мы с ним уедем! Ха-ха-ха-ха, блядь! Один остался! Сука! Извините. Так, 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 так. И чё тут, и чё? Опа! А чё происходит? Оу, с тобой всё в порядке? Так, что произошло? Произошло. Где все? Асфальтоукладчики вырубили почти всех, но старшие вовремя вернулись с дела. И Абибас, наш с Маратом брат, успел сюда и всё порешал. Это что, сон? Я умер. Ха-ха, а ты смешной. Знаешь, я думаю, мы можем куда-нибудь сходить вместе. Так, а что с остальным? Это у остальные пацаны. О чём ты? Какие пацаны? Почему ты не встаёшь? Ха-ха, а ты смешной. Ну давай сходим. Сходим в кусочка. Во вкусочка! Подаришь мне мои любимые розы. А у меня же аллергия! У неё аллергия. На розы. Блядь. Сука! Умер от черепной мозговой травмой в первой Грюпинской больнице спустя два дня после драки. Марат при жизни был дерзким и напористым пацаном. Это его изгубило, когда он без ведома старших решил напасть на базу асфальта укладчиков. Его сестра Настя вспоминала о нём каждый раз, когда он был ей нужен, но его не было рядом. Так. Гешка! Умер от внутреннего кровотечения и множественных переломов, не дождавшись скорой. Родители Гешки умерли, когда он был маленьким и врастила бабушка. Он пришёлся к пацанам не потому, что ему нужна была защита, а потому, что ему нужна была семья. В асфальтчиках он чувствовал поддержку окружающих, ощущая себя среди родных людей. Бабушка Гешки умерла в морге от инсульта, не выдержав вида трупа, единственного внука и смысла всей своей жизни. Господи, блядь. За что? Ай, это так. Настя! После смерти брата Насте стала не хватать зарплаты продавщицы на жизнь. Она была вынуждена переехать в съёмную квартиру общежития и перебиваться от зарплаты до зарплаты без надежды выбраться из пирали бедности. Абибасу не нравилась такая ситуация. Он возлагал большие надежды на брата и в будущем хотел передать управление района ему. Он погиб через несколько месяцев, мстя за своего брата. Через несколько лет у Насти был обнаружен рак в последней стадии. Оставшись без поддержки братьев и без финансовой способности проводить хотя бы минимальное лечение, Настя умерла мучительной смертью, будучи одинокой в бесплатной палате, а в шарпанной больнице. Я вахлый. Владик получил повреждение позвоночника, потеряв способность двигаться. Владик в рост в неблагополучной семье, в которой отец его постоянно бил, а мать не любила. В асфальчиках Владик нашёл дом, в котором его принимали таким, как он есть. Не истязая за малейший проступок. К сожалению, приданность группировки оставила его неспособным двигаться до конца жизни, Которую он провёл, будучи прикованным к больничной койке. Димас. Был забит до смерти асфальчиками при отшивании. Димас искал приключения, и экстрим асфальчики были для него пропуском К возможности безнаказанного насилия над чушьпанами. Однако, когда он увидел, что шансов победить в драке нет, он притворился мёртвым. Несмотря на это, старшие раскусили его обман, Когда Димас начал путаться в своих рассказах, отшивая ему пробили висок, Вызвав долгую и мучительную смерть рядом с мусоркой. Пацанам не везёт, пацанам не везёт. У меня нахуй слов нет. Мне не нравится такая концовка! Мне не нравится! Так, подожди. Загрузить. То есть колёса мы там не нашли. А если бы я победил? Подожди, пацанов. Если тебе где-то не рады в рваных носках, то и в целых туда идти не стоит. Вот это вообще пиздец как мудро. Это так и есть. Погоди, блядь. Давай попробуем... Давай попробуем навалять им. Что будет, если я навалять смогу им? Так, обменять. Далее, всё. Следующая остановка гаражи. Или мне, или я не могу им навалять. Задержался, пацаны. Не будем читать, это мы всё уже читали. Мы сейчас попробуем всё-таки пизды навешать. Им ха на просто отвечаю. Так, 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 так. Подходи по одному, пацаны. О, фпс отдайте опять. Опять забрали фпс весь. Вы что весь фпс-то опять забрали, пацаны? Фпс-то не забирайте. Фпс, он же мой. А вы забрали его. Воры. Фпс-ные воры, блядь. Фпс-ную полицию вызывайте. Фпс-ную полицию вызывайте, пацаны. Да, блядь. Блядь, я так не победю. Они мне... Ебать. Они мне так сейчас наваляют пизды-то. Сука. Да не, невозможно. Они бесконечно, смотри, они бесконечно появляются. Я понял. Я понял. Я понял. Невозможно им пизды дать. Ой, всё, короче. То есть... Ну да. Да. Хо-хо-хо. Ебать, ты шехерезада, конечно. Да я понял, 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 понял. О, с тобой всё в порядке? Вроде да. Болит. Болит, ну кажется, да. Хорошо, с тобой всё в порядке? Вроде да. Хорошо, чуть позже мы осмотрим тебя. О, с тобой всё в порядке? Что ты делаешь? Я случайно услышала, что вы собираетесь на разборке. И наблюдала за вами... О, с тобой всё в порядке? Что произошло? Асфальт? Не, я это всё видел. Я всё это видел. Кажется, ах... Как там... Как там остальные... Ачхаха, а... Ачхаха, а ты... Давай. Давай. Подаришь мне мои любимые розы. Ах, как я жду этот вечер. Ах, как я жду этот вечер. Ладно, мы это всё видели. Был лихой, я не могу. Мы это всё видели, мы это всё видели. Давайте, наверное, на этом заканчивать. В следующей серии попробуем другую концовку. Всё-таки не знаю как. Где-то надо два колеса найти. И не ехать на махач. Игра-то на самом деле со скрытым смыслом. Вот эти все пацанские штуки. Это всё круто, здорово, но надо думать головой, пацаны. Всё, все погибли. Конец плохой. Это что такое вообще? Игра, она тебе показывает, что есть альтернативный выбор, парни. Есть, он есть. Лирика, смысл заложен всё-таки разработчиками. Вы думали, что это просто посмеяться, поугарать? Нет. Ха-ха, нет. Нет. Всё, выключим музыку. Ладно, ребята. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, забегайте на стримы на Твиче. Также вступайте в группу в Телеграме, в Дискорде и ВКонтакте есть группа. Туда я выкладываю все новости и анонсы по стримам и видео. А на этом давайте прощаться. До следующей серии. Всем пока, ку-ле-чки. Прощаюсь.